Добрый день, ребята, добрый день, девчата, а также их родители. Меня зовут Яков Паин. Я вещаю, разговариваю, делюсь свежими впечатлениями из Южной Флориды, Юго-Восточной Флориды, Соединённой Штаты Америки. Начнём, как обычно, с вопросиков, комментариев. Здравствуйте, Яков, и слушатели пишут человек по имени FMTES. Не знаю, это мужчина или женщина. Про принтеры, про большие компании, большие офисы я не знаю деталей, но я точно знаю, что есть специальная служба и специальная организация, куда сдаются использованные картриджи. Более того, существуют специальные организации, которые наполняют вот этим инком, этим чернилами или порошком лазерные, и обычно крупные организации имеют сервис, имеют договора по сервису с такими компаниями, и, в общем, так это делается. Что касается вообще рейсайклинга, какое слово, интересно, утилизация вторсырьё, вторсырьё. Я помню, как мы сдавали макулатуру, ещё в Союзе нам давали за это купончики, такие талончики, чтобы мы могли пойти и купить графиню де Монсаро книжку, или там Дюма, что-нибудь ещё, Тремушкитёра. Это я тем, кто скучает по Советскому Союзу. И самое смешное не это. Самое смешное то, что люди сдавали макулатуру, сдавали там железо ржавое и так далее, покупали графиню де Монсаро книжку, ставили её на полку и никогда не читали. Но были предели. Ладно, не суть. Что касается обычных людей, типа меня и типа вас, если у вас дом, вот, например, у нас был дом много лет в Нижерсе, известны дни недели, обычно это два раза в неделю, когда собирается обычный мусор и когда собирается рейсайклинг. Мы у себя, допустим, у нас в гараже стояло два бака. Один бак стоял для бутылки, пластик, вот такой, а второй бак у нас был для бумаги. Или бумагу мы связывали, по-моему, связывали просто верёвкой. Наверное, связывали, да. И когда мы знали, что вот этот день, например, среда, рейсайклинг день, приезжали другие грузовики и собирали именно конкретно вот это. Сейчас я живу в Нью-Йорке, у нас дом высокий, и в этом доме мусоропроводы. Когда открываешь дверь в мусоропровод, то в ней стоит тоже два бака. Ну, естественно, обычный мусор бросаешь в мусоропровод, в кулёчки. А рядом стоят два бака, точно так же. Один для бутылок, пластика, вот такого, а другой для бумаг, картона и всякого другого. У нас в Нью-Йорке люди, которые работают в здании, они собирают эти вещи вниз, потом они это всё пакуют. И когда приезжает машина забирать вот этот вторсырьё, то уже стоят готовые пластиковые, грубо говоря, большие мешки для бутылки и отдельно. И отдельно стоят картон-бумаги. Есть у нас целая такая индустрия, её обычно занимаются китайцы, они зарабатывают на этом. До того, как грузовик забрал вот это всё добро, они сами ходят по городу, видят, допустим, стоит мешок с банками из-под пива, лимонады и так далее. Они знают, что можно сдать там за 5 центов или за 10 центов. И они его сортируют и отбирают себе и уносят сами тоже часть. Потом они ставят всё на место, чтобы не оставляли, конечно, мусора большого. Здесь во Флориде несколько другая тема. У нас есть тоже мусоропровод в здании, но бутылки и картон я несу сам. Допустим, я еду вниз, я несу пакет с бутылками и ставлю в определённое место. Или там картон я ставлю в определённое место. Вот таким образом это всё работает. В Нью-Йорке у нас ещё есть место, где такая, куда мы выбрасываем батарейки. Кто-то забирает батарейки. Не знаю, кто-то забирает и всякое такое. Одним словом, это всё по ресайклингу. Следующий вопрос был вот какой. Собственно, вопрос этот был, конечно, про полицейских. Где-то он был. И поэтому мне придётся вам всё-таки рассказать чуть-чуть об этом. Человек по имени Амир пишет. У вас там каждый день негров отстреливает? Вопросительный знак. Такая драматическая завязка. Как страшно жить с такими полицейскими под боком, пишет Амир. Я и скажу, что Амир негр. Может, я не прав. Иначе, чего бы ему было страшно? Он же пишет, что негров отстреливают каждый день. Значит, бояться должны негры, согласно Амиру. Не знаю, но если по логике. Так. Ему отвечают, что полицейские у нас нормальные. Во многих странах есть хорошие и плохие. Тогда Амир продолжает. Так. Почему народ в США с вашим тупым каментом не согласен? Многие адекватные люди не согласны, что действия полицейского были адекватные, когда в спину зарядили целый патрон. Когда мужчина не совершал правонарушений, а только пытался разнять дерущихся. Откуда это знает Амир? Откуда, Амир, вы это знаете? Вы прочитали на новостном сайте в России об этом? Вы знакомы с материалами следствия? Вы знаете, почему там была полиция? Вы знаете, что произошло? Вы не знаете, что произошло. Поэтому я здесь. Тут прямо пишут, что вы же большой специалист по американскому народу. Ирина пишет Амиру согласно. Я тоже не понимаю, почему стреляет сразу на поражение, хотя просто ранить достаточно, чтобы прекратить нарушение. Ирине я могу сразу ответить, что этого человека не убили, а ранили. Ранили, правда, непросто. Скорее всего, он будет парализован. Нижняя его часть будет парализована. Его могли убить легко в этой ситуации. Потому что, опять, я не защищаю сейчас особо полицейских, но я кое-что объясню. Но в этой ситуации его реально могли легко убить. Часто стреляют в корпус, потому что далеко им можно не попасть на поражение. И, в общем, хотя все равно стреляют в корпус, чтобы нанести максимальный вред. А здесь вообще можно было, если бы он хотел его убить, он сзади был. Он мог просто ему приставить пистолет к голове и выстрелить в голову. Но давайте чуть-чуть разберемся с этим делом, потому что дело неоднозначное, конечно. Итак, пункт первый. Никогда не верьте тому, что вам говорят, если вы не получили это из более чем одного источника, и желательно в течение нескольких дней, может быть. Иногда нужны годы, чтобы понять правду. Но в таких ситуациях не надо сразу реагировать. Я думал вам рассказать об этом случае еще два дня назад. Но я потом себя остановил и сказал себе, Яков, не спеши. Давайте подождем, послушаем, что нам расскажут об этом случае. Итак, что я знаю сегодня? Не утверждаю, что все, что я знаю, это истина, но я это знаю. Джейкоб, Джейкоб его зовут, Блейк, отец многих детей, а четырех известно точно, трое из них были в машине. В полицию, ему 29 лет, он African American, в полицию позвонила женщина из дома и сказала, что здесь находится человек, который здесь находиться не должен. Приезжайте, уберите его отсюда. Из такой фразы, это полицейский отчет такой, из такой фразы мне абсолютно понятно, что это значит. Есть такая тема, которая называется restraining order. Restraining order. То есть, человеку можно запретить приближаться к кому-то, скажем, ближе, чем на 10 метров. Или 15 метров, или 30 метров. Это бывает в случае тяжелых каких-то разводных процессов, бракоразводных. То есть, скажем, отец хочет видеть детей, а ему присудили только два раза в неделю, а он все равно идет и лезет, он нарушает restraining order, и тогда ему могут дать срок вообще-то за это. Либо было какое-то то, что называется domestic violence, то есть насилие домашнее какое-то. Был суд, и мужчина, скажем, мужчина бил жену, и все. Или girlfriend, и ему присудили не приближаться. Или есть такое понятие, как stalker, stalker, сталкер пишутся они, так, по-моему. Есть такие фанаты, которые преследуют просто людей. Они не потому, что хотят их убить или что. Часто это бывает с celebrities, со знаменитостями. Им тоже могут присвоить это трестрирование горя. Короче, это была его girlfriend, видно бывшая, видно, что у них там было, я пока не знаю, мы когда-нибудь узнаем, если вам это интересно, следите. Мне нет. И туда поэтому приехала полиция на вызов. Они пытались его арестовать. Он оказал сопротивление. Они пытались сначала применить его тейзер, вот этот электрошокер. У них почему-то не получилось. Это все происходило с... А его машина, внедорожник, стояла у бордюра. Это все происходило с той стороны машины, где тротуар. Это было из одного видео видно. Естественно, там, конечно, все снимают, что еще делать в такой ситуации прохожим. После того, как у них не получилось его связать или надеть наручники, не знаю, видно, как он пошел обратно в машину, уже заходя, чтобы зайти внутрь машины. И начал машину, открыл дверь со стороны водителя и начал туда наклоняться, что-то искать. На другом видео слышно, как полицейский ему говорит Drop the knife. Брось нож. После этого полицейский стреляет, вот этот стоит внутрь машины, наклоненный, а полицейский просто стреляет ему в спину 7 раз. Вот такая ситуация. Пару слов, прежде чем я прокомментирую конкретно это. Это люди, которые живут в Америке. Особенно, когда это связано с автомобилями. Не преступники никакие, нет, ничего. Допустим, я еду, к примеру. Еду на машине. Может быть, я... Во-первых, если я не нарушаю правил, меня не остановят. Это пункт первый. Не остановят. У нас полиция не останавливает просто... Они не стоят с палочкой, чтобы там заработать пару копеек. Нет этого. Если я не нарушаю, меня не останавливают. Гарантия. Когда-то, я помню, может быть, лет 20 назад была тема, когда черных на дорогих машинах... Было такое, то, что называется профайлинг, их останавливают на дороге, хотя они ничего не сделали. Но это уже закончилось, насколько я знаю. Не останавливает полиция просто так. Дальше. Если кто-то из... Если меня останавливает... Мигалку включили, к примеру, или там в мегафон сказали... Водитель машины такой-то, номер такой-то. Остановитесь. Pull over. Pull over. Это... Остановись. И я, допустим, останавливаюсь. Полицейская машина останавливается за мной. И он у себя в компьютере, который у него есть в машине, он проверяет меня. Он смотрит на мой license plate, чтобы понять, есть ли на меня какие-то записи в их уголовной базе. Пробить по базе. Если он ничего не находит, то... Или находит, неважно. В любом случае, вы должны видеть, если вы, когда-нибудь в Америке, проезжать по трассе, и видите, как полицейская машина остановила кого-то. Посмотрите, как он подходит к машине полицейской. Значит, руку сразу назад. Вот у него на боку сзади висит пистолет. И он боком, сзади, со стороны водителя, медленно движется к водителю по улице, глядя в машину и на водителя. У нас Америка, ребята. У нас 330 или 350 миллионов стволов на руках. Поэтому, если у вас полицейский король на дороге с палочкой и с семечками в этом, в кобуре, то у нас не так. У нас полицейский, когда подходит к водителю, то он не знает, есть ли у него оружие. А оружие может быть. Поэтому он держит руку на пистолете сразу. Кобура уже открыта. На всякий случай. Дальше. У нас есть правило. О том, что нельзя сопротивляться полиции при аресте, это знает каждый. Потом надо доказывать, нанимать адвокатов и так далее. Но нельзя этого делать. Ты можешь попасть. Этот Джейк Блейк игнорирует это, конечно. На волне Black Lives Matter и так далее. Ну ладно, давайте вернемся к этому. Когда тебя останавливают полицейские на дороге в Америке, если у вас в стране, возможно, человек-водитель выходит из машины, то в Америке ни в коем случае это делать нельзя. Ты должен остановиться, если он тебя остановил. Руки положить на руль и вот так сидеть. Когда к тебе подойдет полицейский, он тебя спросит, покажи мне регистрационные документы, страховку на машину. А ты сидишь. Ты никуда не выходишь, если тебе не сказали выйти. Понятно? Все почему? Потому же, что в машине может быть оружие. А вот теперь вернемся к Джейкобу Блейку. Первое. Он оказывал сопротивление. При аресте. Второе. Он пошел внутрь машины. Он пошел за ножом. Ему сказали drop the knife, брось нож. То есть он делал все, что нельзя делать. И дальше полицейский ему садил в спину 7 выстрелов. Полицейский, по моему мнению, не прав. 100% не прав. Опять же, я тоже, я же человек, я же не машина. Вы простите меня. Как я могу говорить 100%? Не прав. Я же знаю всю деталь. Полицейский 7 лет был на службе уже. Это не то, что там после полицейской академии он тут же пошел. 7 раз. Ну, один раз ты выстрелил. Я понимаю, один раз ты выстрелил, да. Он шел за ножом. И у полицейских инструкция сделать так, чтобы обезвредить его. Стрелять. Тут говорят, стрелять на поражение. Нет команды убить у полицейского. Обезвредить, да. поэтому он его не убил. Он мог его убить легко. Голову представить. Это было вот, полметра между ними было. Он поэтому его не убил. Но 7 раз. 7 раз. Помните этот анекдот, как один посудимый, что вы можете сказать в свою защиту? Я стоял, чистил апельсин, корка упала. Он посказнулся на корке и упал на нож. И так 7 раз. Вот это случай. О чем это говорит? Это говорит о том, что полицейский просто неадекватен. Что к этому привело, я не знаю. Общая обстановка в стране. Он был устал на смене. Его чуть не убили, может быть, сегодня. Может, он уже просто терпеть не может этих черных. Я не знаю, что. Но то, что есть проблема в полиции, это точно. Большинство полицейских нормальные люди. Нормальные люди. Вежливые, приветливые люди. Помогут всегда на дороге. Помогут. Ну, одним словом, хорошие люди в основном. Есть ли уроды? Есть в полиции. И это реально надо, на это надо обращать внимание, если с этим что-то делать. А что делается у нас? Либо одни говорят defund the police, забери деньги у полиции, перестань финансирование, полный идиотизм. Надеюсь, это кончится когда-нибудь скоро. Либо другие кричат black lives matter и что они делают? Они начинают громить. И, соответственно, уже есть погромы, громят магазины, поджигают дома. Это суд линча, только наоборот. Если раньше был линч, раньше линч был такой плантатор когда-то, в 18 веке, что ли, когда линчевали черный, то есть без суда и следствия, говорили, вот он что-то украл, он виноват, бум, повесили на площади или убили. А это то же самое линчевание. Только наказывают, наказывают хозяев магазинов, владельцев домов, владельцев машин, жгут, просто жгут, мародерствуют, грабят. Это ужасно. Это линчевание со стороны черных. Там, конечно, беспорядки. Более того, кстати, этот городок находится на озере, где-то там в районе озера Мичиган. Вы знаете, Чикаго, если так взять чуть-чуть левее на север, то там находится городок Киноша называется, такое ласковое имя Киноша. Вот. Что дальше получилось? Ну, беспорядки, поджигают, жгут. Black Lives Matter, с которым черные жизни до фонаря, им важны конкретно жизни, которых убили полицейские. А то, что они убивают тонами никто, черные-черных их не волнует. Эти Black Lives don't matter. Дальше. Через пару дней туда подъезжает парнишка 17 лет из Чикаго, белый, который решил помочь полиции вступиться в защиту против вот этих райотс, этих восстаний, бунтов и грабежей. Ну, когда мальчик 17 лет из Чикаго едет в город Киношу, что он должен взять с собой? Ну, что бы вы взяли с собой из Чикаго? Правильно, он берет с собой полуавтоматическую винтовку АР-15 и туда, в этот городишко, а там все взвинчено и так далее. Что-то там произошло, я не прочел, сейчас это неважно для нашего разговора. Короче, был какой-то конфликт, причем он побежал. Мальчик, помните, как уже я побежал? Мальчик с винтовкой побежал. За ним побежали люди, чтобы у него винтовку отобрать. Вопрос к вам, к аудитории. Если вы видите мальчика 17 лет с винтовкой АР-15, а у вас нету оружия, вы будете бежать за мальчиком, чтобы отобрать винтовку? Я не буду, говорю сразу. А они побежали. А эта винтовка висела у мальчика на шее, и он взял ее, видит, что за ним бегут и смогут забрать винтовку. Он повернулся и двоих убил, и, по-моему, еще одного ранил. Ну вот, такая тема. Кто здесь виноват в этой истории? Одним словом, одним словом, неспокойно у нас в стране. Я вообще-то думал сегодня вам рассказать кое-что о третьем дне съезда республиканского, но уже с вами разговаривали 21 минуту, поэтому не буду ничего рассказывать. Что-то вам рассказывать. Дайте-ка я сейчас буквально пару слов скажу. Вообще, съезд был, третий день был хороший, хорошо поставлено такое шоу, поставлено, люди выступали разные, хорошие. Если у вас будет время, как по мне, лучшее выступление было Ричард Гринелл, он сейчас директор of US National Intelligence, то есть, который по разведке национальной. Он был послом Германии, там наезжал на Меркель, его чуть ли не высылали из страны, из Германии нашего посла, он там был два года, он на них наезжал за то, что они в НАТО деньги не давали, как должны были, должны были давать два процента, давали 1.35, в общем, не додавали там миллиардов, наверное, 20 евро в год, я так думаю. Но не суть, но выступил он очень классно, хотите, найдите его, а может быть, я и ссылочку оставлю, не знаю, а может и не оставлю. Черные люди выступали, выступал какой-то слепой китайский диссидент, парень на инвелидной коляске, кандидат в Конгресс, все поддерживали Трампа, полиция в Флориде за Трампа, кстати, и полиция Нью-Йорка уже сказала за Трампа, там всякие ассоциации полицейские, сенатор, вот это Марша Блэкберн, мне понравилось тоже. Одним словом, одним словом, посмотрите, может быть, вы чего, чего увидите, интересно. Майк Пэнс, вице-президент, он типа был, знаете, как на концерте есть там главная группа, остальные для разогрева, он был типа главной группой, выступал, конечно, он хорошо, но мне все-таки понравился больше этот Ричард Джунелл, который был послом Германии. Ну, в целом, хорошее выступление, акцент на героев, акцент на простых людей, черные, рассказывают и показывают, как хорошо, что Трамп есть, и как будет хорошо, если он будет еще 4 года. В общем, я лично согласен. А за сим разрешите откланяться, будьте здоровы, живите богато. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok